Не, 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 ну не может такого быть, ну я, нет, ну пожалуйста, ну скажите, ну он в коме же просто, ну не может такого быть, ну как, ну он же в штанах, Костя никогда не был в штанах, ну как бы если не понимаешь, что происходит в предыдущей серии, Костя все же вернулся, он мертв, примите мои соболезнования. Ну, как вернулся? Его привезли, один чувак какой-то в маске, он сразу же смылся, его привезли в гробу. Сколько Костя не было? Примерно серии 40, мелкий, пока давай без вот этих нюнь, ты мужик или баба? Ну походу баба, если рыдаешь, да, как баба, а вот, 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 лучше тебе посмотреть в принципе сначала предыдущую серию, чтобы понимать, что сейчас происходит, но они мне говорят, что Костя умер. Ну не может такого быть, ну Костя в штанах, Костя штаны, да, да, никогда бы, Костя бы даже на собственные похороны бы штаны не надел, вы это понимаете? Ну не может, это то же самое, что мелкий бы штаны надел, ну мелкий же не может быть в штанах. Пульса нет, сердце не бьется. А, а моргает, а моргает, то подписчики тоже в предыдущей серии заметили то, что он в конце моргнул. Вот, щас, щас моргнет. Вот моргнул, видели? Это нервные окончания, они сработали из-за шока перед смертью. Он скоро перестанет моргать. Да в смысле? Это реально просто нервные окончания какие-то. Вы понимаете, что под предыдущей серией подписчики начали теории строить. У него белые глаза, потому что он внебрачный сын Элджея. Или у него белые глаза, потому что он херобрин, такой херобрин. Ты думаешь, что в городе ютуберов есть магия? Здесь никакой магии нет. Да он просто заболел, у него то ли ветрянка, то ли ангина. Ну не, ну не мог он, ну да, он не шевелится, ну нервные окончания. Он мертв. Да как? Ну Костя, ну не мог он просто так взять и умереть. Ну не мог. Вы главное не раскисайте, все в жизни бывает. Да по мне видно то, что я раскисаюсь, да я вообще огурчиком держусь, да. Орель, крепкий орешек, да я не раскисаю, просто жалко пацана, хороший пацан был, прям как брат родной. Держитесь, смиритесь с утратой. Да, да я держусь, да кто вам сказал то, что я не держусь? По мне похоже то, что я не держусь. Да я контролирую себя, я как бы даже не стрессую. Все, все, успокоился, успокоился. Да он опять моргнул. Нервное окончание. Ладно, мелкий, попробую ему там пятки пощекотать. Может он начнется, я не знаю. Его надо похоронить. Давайте вы не будете преждевременные там выводы делать. Ну как он жив, ну что там, ну что... Он умер. Как так, я не могу это понять. Все, нет больше Кости. Ну нет, его не было серии 40. Я пытался его как-то найти. Главное, держись, мы знаем, что Костя был тебе как брат. Да он мне был не как брат, он мне был как... Как правая рука или правое яйцо. Куриное, я имею ввиду. Не подумайте. Спасибо большое за кофеочек, спасибо. Брат, я тебя понимаю. Брат за брата, так за жопу взято. Бомжара. Я не знаю, как у вас там брат за брата и кто кого там за жопу взято. Но у нас с Костей не было такого, что кто-то кого-то за жопу взял. Как брат... Уйди, пожалуйста, отсюда, не беси меня. Елена Ветрянкина. Главный врач города ютуберов. Говорит, что надо... Надо хоронить. Надо хоронить. Держись, брат, все будет хорошо. Да я вам сейчас усы поотрываю. Хороший был мужик, жалко, что умер. Жалко, да... Я держусь! Во мне видно, что я не держусь! Я контролирую себя, как никто другой в этой жизни! Да иди сюда, мелкий! Бейся от меня вот такие люди! Да я держусь! По мне видно, что я расстроился из-за смерти Кости. Да-да-нет, каждый день люди в городе ютуберов умирают. Все будет хорошо, не переживайте. Все в жизни бывает. Сейчас кто-то ломом по башке получит, если еще раз мне скажет, что не раскисай. Я не раскисаю. Костя, умер! Умер! Но я не верю, что он умер. Ты мелкий, пошикати пятки! Пятки, пошикати! Подмышки! Подмышки! Подмышку тегни! Ну моргает же, ну реально моргает. Лжей... Версия 2.0 Тащите катафалк! Везем Костю на кладбище. Не плачь, главное. Я не плачу. Я под контролем себя держу. Со мной все хорошо. Да я ни на капельку не расстроился, то что Костя умер. У меня видно где-то слезы? Не видно. Да я никогда в этой жизни не заплачу. Всем все понятно? Пописяки! Ну вот и молодцы. Катафалк тащите и давайте погнали на кладбище. Говорят то, что я расстроился. Да я в полном порядке вообще, на максимум просто. Костя, ты мне не то, что братом был. Ты мне, я... Ты мне как папа и как сыном. Как все в одном. Как три в одном. Как неспрессо, капучино. Там сахар, кофе, чай. Ты мне как... Как жизнь моя жестянка была. Ты мне как девушка, только как папа. Ну в смысле, не в том плане, что тебе... Терзанец и токарь. Я не плачу, со мной все хорошо. Это просто пот. Я потом покрылся от небольшого стресса. Все со мной хорошо. Я никогда не буду... Да, видно, не плачешь ты, мужик. Возьми себя в руки. Я не плачу. Кто тебе сказал? Я в начале серии сказал, что я держу себя в полном контроле. Извините, ребята, что видите меня в таком виде, но... Все будет хорошо, естественно. Это же жизнь ютуберов. Жизнь ютуберов всегда черная полоса, белая полоса. И сейчас черная полоса, значит, скоро будет белая полоса. И белая полоса будет еще белее, чем черная. Прям как философ, сказано. Мелкий, хватит рыдать. Ты его сейчас затопишь. Держись, крепись. Вы все держитесь и все крепитесь. Ладно, я предлагаю... Реально, не тянуть кота за причиндалы. Я предлагаю с этим заканчивать. У мелкого как бы стресс. Он своего батю родного видит вот в таком виде. Только посмей меня ударить. Он же твой батя, хотя бы вот сейчас признайся, мелкий. Паписяка, сутулая. Ладно. Я предлагаю каждому сказать по последней, финальной фразе. После этого мы с вами попрощаемся с Костей. И оставим все как есть. Кто хочет первым сказать что-то? Бомжара? Ну давай ты, бомжара. Что-то годное скажи, чтоб прям еще раз слезки потекли. Но не у меня, у мелкого. Мелкий любит тут рыдать. Я вообще никогда не плачу. Это пот. Костя, ты был хорошим мужиком, хоть и любил выпивать. Ты не заслужил этого. Следующий! Кто следующий? Давай ты, Михалыч! Костя, мы с тобой ни разу не разговаривали. Ну, потому что ты не умеешь разговаривать. Но ты был хорошим отцом мелкого. Видишь? Даже Михалыч говорит, что он хороший твой отец был. Ну, раз речь зашла уже о мелком, поэтому мелкий тебе финальное слово. Поговори с отцом. Мелкий, так сказал до глубины души. Прям, это лучшие слова в моей жизни. Ну, давайте еще кто здесь остался. Бабзин, давай. Да, давай ты, конечно же. Давай. Костя был хорошим мужиком. Согласен. Помню, Косянчик, ты с моим мужем выпивал. Алкаш проклятый. Ну, бабуль, ну давай, ну... Бабзин, давай приспусти к лошадей. Покойся с миром и больше не бухай. Так, ну, ладно. Банкир, ты последний. Ну, предпоследний, передо мной точнее. Давай скажи, что ты тоже хорошая от души. Чё я здесь забыл и зачем вы меня позвали? Мы его звали? Мы тебя не звали, банкир. Ты сам сюда пришел. А, ну раз так... Я вам хочу рассказать про новую ипотеку. Не хотите ею воспользоваться? Ты дурак? Какую ипотеку? Ты ля как прописал? Мелкий, пропиши ему еще раз между глаз. Какую ипотеку? Да все, 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 хватит. Убьешься, сейчас еще одни похороны будут. Успокойся. Иди, стань, пожалуйста, сзади всех и стой там. Ипотеку! Память хотя бы почти вот это... Ладно, банкир. Мне кажется, следующий похорон... Ладно. Тихо, успокойся, успокойся. Ну чё, моя очередь тогда, да? Я не буду сейчас долго всех задерживать. Вы все знаете прекрасно. И ты знаешь. И все остальные знают. Как я относился к Косте? На его поиски ушли... Ну, очень много недель. Месяцев. И последний раз Костю в хорошем настроении в нашем городе. Не бухим. А такое редко случалось. Видели примерно серии 40. Ну, 30-40 назад. Это очень давно. Я помню тот момент, когда Костю похитили. В тот момент я не знал, кто это. Я думал, что мы их сможем найти, вычислить и вернуть Костю. Ну, я даже не мог представить то, что... Ну, все дойдет до такого. Если ты меня сейчас слышишь, Костя, где-то там... В небе. Прости, пожалуйста, что я тебя подвел. И Мелкий тоже. Не, ну ладно, я всю вину на себя беру. Я тебя подвел. Если бы я смог вернуть время обратно и... Я бы не забивал на тебя. Я бы в первую очередь поставил бы тебя на первый план. И в первую очередь бы тебя спас. А потом делал бы вот эти все солей дела. Ну, мы пытались. Мы похитили главного бандита. Мы выяснили, кто тебя похитил. Но у нас нет таких средств, чтобы отправиться в другой город. На маму Мелкого, которая заведует всей корпорацией. Имеет связи. Честно, я тебя любил как друга. И я уверен, что Мелкий тебя любил как отца. Настоящего отца. Родного отца. Он мне говорил это часто. Хоть и разговаривать не умеет. Но я услышал, как он ночью бормотал перед сном. То, что... Попокойся, попокойся. Я тебя люблю там. Не было такого, Мелкий? Было, было. Врет, врет партизан. Не признается, не признается. Я обещаю, Костя, то, что я... Поквитаюсь с тем, кто это сделал. Кто грохнул тебя. Кто сделал тебя ЛДЖЕЕМ или Херебрином. Там уже как подписчики захотят, решат. Ты еще не сказал? В смысле, Степа, ты уже сказал. Ну ладно, давай последнее слово. Костя, ты был лучшим алканавтом. Ну такие себе последние слова. Которого я знал. Бухло. Кофе. Ну мне кажется, Косте точно приятно. Все, давайте застраивай. Мелкий, сгоняй за цветочками. Нарвить цветочки где-то там с клумбы. У бабы Зины можешь там клумбу все разворвать, если хочешь. У бабы Зина, мне кажется, сейчас не будет против. Давай, давай, цветочки. Упокойся с миром, друг. Мало людей на этой планете, которых я могу назвать этим словом. Друг. На тебя я мог, Костя. На тебя я мог. Ладно, все. Хватит яйца чесать. Че, разделись-то тут бабуины. Все, давай домой. Поминки. Да я не плачу, бабзин. По мне видно то, что я плачу. Я никогда не плачу. Никогда не плакал, не плачу. Это сопли, это я простыл. Пошли. Это шо, Катя? В смысле сосать? В смысле сосать? Опять сосать? Сколько можно? 18 плюс на канале Эдисон Перец. Мелкий! Разбей, пожалуйста, все окна в этом странном рекламном агентстве Жирафик. Разбей все окна. Нет, пацаны и бабушки, это не то, что вы подумали. Никаких опять сосать там. Ну, не, как бы там было опять сосать. Катя соса... Как сложно вам объяснить. Это рекламное агентство всегда делает такую рекламу, которую я даже объяснить нормальным людям не могу. На втором канале у меня пару дней назад вышла новая серия Пробуем с Катей. Да, мы там сосали конфетки со вкусом кумыса, кефира, мясо страуса пробовали. Или там перец чип-то... Ладно, вдруг в салах, да, опять сосать. Но не то, что вы подумали. Конфеты со вкусом кефира опять сосать. А, ну все понятно. Нужно ролик посмотреть. Ну, так вот. И я надеюсь, что ты подумал не то, что не надо думать. Там, ну, там... Проще тебе реально просто посмотреть, да и все. Вот подсказка. Тыкни на нее, обязательно посмотрите там, как и Катя соса, и вот это... Кумысные конфеты. Не подумайте, пожалуйста, ничего пошлого. Только пошлому человеку сейчас что-то пошлое в голову пришло. Пошлый? Надеюсь, нет. Ладно, все, пошли. Хватит. Пердаки чесать. На еще много дел с вами. Все за мной. Бомжара. Бомжара. Спасибо большое, что проспонсировал нас вот этот ужин последний. Пошли. Все за мной, закрывайте со собой ворота, чтобы сюда больше никто не зашел. Да, мне кажется, никто не зайдет. А где вот эта Маргаритка твоя, Степа? Где Рикардо? Где Гена? Ладно, занятые, походу, люди. Так, мелкий, ты давай на другую часть вот туда, да, отправляйся. Так, ладно, перед тем, как мы начнем, я хочу вам рассказать все, что у нас сегодня будет происходить сегодня в нашем прощальном ужине. В первую очередь, жрачка. Жареная свинюха с маринованными яблочками в заднице. Вот. Пицца, кофе. Мелкий, сегодня ты можешь просто отпиться кофеечком. Я также, я уже не знаю, какой я кофеечек по счету пью. Четвертый или семнадцатый. Ну, что-то вот в этом диапазоне, неважно. А я хотел вместе с бомжарой пригласить сегодня группу выступать. Вот это, 21 Pilots хотел. Но мы с ними не смогли связаться, они как бы в Америке живут, да, вот. Поэтому сегодня у нас будет выступать группа 21 дальнобойщик. Кто-то слышал про такую группу? Все слышали, да? Нет? Ну, сегодня услышите первый раз. Вот, она приедет буквально через часик где-то. Приступаем к хавчику. Можете кушать, сколько вам влезет. Степа, только попробуй хотя бы одну каплю на стоечке себе в рот пустить. Степа, я тебя повторно не буду кодировать. Ты вспомнишь, что произошло. Ты вспомнишь, сколько ты месяца подряд умолял Ритку? Это развод, это опять развод. Если Ритка узнает, так может ты специально Ритку усыпил или заставил спать и не сказал, куда ты идешь? Фу! Конечно, ты же закодировался, Дуримонда Петровна. Сейчас, конечно, это все фу будет. Давай садись обратно. Воду без газа пей. Вот, давай, давай, давай. Молодец, выплюнь, гадость, выплюнь. Все, хватит. Два литра воды только что с алпом выпил. Жизнь ютубера непредсказуемая штука. Бывает все хорошо в жизни. Бывает глубокая задница. Сегодня у нас глубокая задница. Иногда нужно пройти через такое. Я хочу сказать каждому, кто сейчас находится здесь за этим столом. Я хочу сказать каждому, кто сейчас смотрит этот ролик. Тебе. В первую очередь. Да. Ну, ты. Вот ты сейчас на меня смотришь. Только тебе говорю спасибо за то, что ты сейчас здесь находишься вместе со мной. Каждому, кто меня поддерживает. Вот всяких таких сратых, извините, но я могу это так назвать, ситуациях. И, наверное, это самый хороший момент, чтобы я вам признался. Я закрываю свой ресторан. Больше здесь не будет ночных вот таких посиделок. Больше здесь не будет еды. Я вынужден переделать его свое жилище. Потому что мой дом взорвали, и мне попросту сейчас негде жить. И вот я вместе с мелким сделаем себе здесь комнаты, студию для записи роликов. Нет, не надо. Ты что? Нет, не надо. Пожалуйста. Я знаю, да. Я знаю. Я знаю то, что вы все против. Я знаю то, что это ваш любимый ресторан, который уже не работает примерно месяцев шесть. Как бы, да у меня просто, но не хватает времени. Поживи у меня, поживи в доме у Кости. У Кости нет дома. Поживи у кого-нибудь. Вам просто так сказать. Ну, я и хотел как раз таки пожить здесь, в этом ресторане, до тех пор, пока будет строиться мой новый дом. А мой новый дом еще как бы надо выбрать, надо купить. И только потом начать строить. И все так просто. Так, без меня тут не кушать и не пить, я пойду отелю и вернусь. Давай, давай, давай. Там будка охранника есть. И что ты мне предлагаешь будке охранника жить? Где? Где еще можно жить? А я пойду на улицу перекурю. Ты куришь, банкир? Ну да, бывает в стрессовых ситуациях. Ты бы с этим завязывал. Ладно. Слушайте, ну я подумаю, я на самом деле не знаю, что мне делать. Вот напиши в комментах, как ты думаешь, что это мне закрывать ресторан? И все же придумать какую-то альтернативу, там, пожить где-то реально в другом месте. Ладно. Все за стол? Сейчас будет финальная фраза этого дня. Позовите всех там Михалыча, вот этого банкира. Так, я сейчас быстренько банкир позову и начну. Давай, 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 бабзин, давай. Мелкий, иди сядь. Сядь за свой стул, вот этот стул свой. Сядь. Ты хочешь со мной здесь побыть? Ну давай тогда иди сюда. Что? Что опять за крики? Что случилось? Так, сейчас, мелкий, за мной. За мной, за мной, за мной, за мной. Сейчас, сейчас, подождите, Михалыч, позовите. Опять какие-то крики. Что кто орет-то? Кролик обосрался. Я вышел позвать банкира, а тут-то... В смысле, как? Он только что вышел на улицу буквально минуту назад. Банкир! Так, бабзин, это ты? Нет, это ты его только что грохнула. Может, он тебе там пенсию в банке не додал? А ну, признавайся. Это не я. А кто? Кто это был, если он вышел минуту назад? Я не знаю, вот и я не знаю. Скорую вызовите, или там полицию? Степа, ты как бы охранник, у тебя там связи должны быть. Вы еще один катафалк вызывайте. Что это за дичь? Я не могу понять, кто его мог грохнуть. Че? Че надо? Ах ты, собака вблокастая. А ну иди сюда! Быстро на крышу, быстро! Вызывайте снайпер! Он убегает, он убегает! Мелкий, за мной! Вызывайте снайперов, вызывайте санэпидемстанцию. Хотя, зачем санэпидемстанцию? Вызывайте! Так, где эта собака? Не-не-не-не-не-не-не-не. Он не мог, он не мог далеко убежать. Он не мог далеко убежать. Все на улицу! Вокруг окружили весь ресторан. выйдите все на улицу быстро что на крышу звонит полицию полицию это вообще уже не смешно бабзин там нет никого на крыше нет вот это вообще уже не смешно мало того то что костя хана у нас в городе маньяк появился